Здравствуйте, дорогие зрители! Вести утро Карачаева Черкесия с вами. И сейчас мы узнаем, будет ли ветер перемен. В Карачаево-Черкесии днём с прояснениями. Ночью и утром местами осадки. Дождь, мокрый снег. В отдельных районах сильные. Ночью в горах очень сильные осадки. Дождь и мокрый снег. Днём преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3-8, в горах минус 8-13. Днём минус 1, плюс 4, местами минус 2-7 градусов. На дорогах гололедица. В Черкесии днём с прояснениями. Ночью и утром снег, туман. Днём без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6-8, днём 0, плюс 2 градуса. На дорогах гололедица. В станице Преградной Урубского района прошёл юбилейный открытый новогодний турнир по вольной борьбе среди самых юных спортсменов. В соревнованиях приняли участие около 200 представителей не только из городов и районов Карчаева-Черкесии, но и из Кабардино-Балкарии и Дагестана. Состязание проходило под эгидой партии «Единая Россия» под девизом «Своих не бросаем». За ходом турнира наблюдал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Для самых юных спортсменов этот новогодний турнир является настоящим праздником спорта. Каждый год данные соревнования проводятся для популяризации здорового образа жизни среди детей. Открывая состязание всех участников, поприветствовал глава администрации Урубского района Михаил Зайцев. Он поздравил всех ребят с Новым Годом и пожелал им ярких побед. Хочу пожелать вам в новом году здоровья, благополучия, достичь больших результатов, которые у вас уже есть на сегодняшний день. Ну а родителям крепости, духа, бодрости. И для того, чтобы сделали все, приложили усилия, для того, чтобы наши дети добились в этой жизни тех высот, которые заложили мы с вами. Важно отметить, что данный турнир по вольной борьбе был организован депутатом Народного собрания Карачаева Черкесии Асланом Баташевым под эгидой партии «Единая Россия». В соревнованиях не будет проигравших, так как каждый будет отмечен призом, и мы уверены, что подобные состязания воспитывают здоровую молодежь. И мы будем прилагать все усилия в этом направлении, отметил секретарь отделения партии «Единая Россия» в Урубском районе Азрет Али Баташев. Чтобы вы много успеха добились, и, как говорится, много побегов как в спортивных достижениях, так и в учебе. И хочу пожелать скорейшего мирного неба над нашей великой Россией и над Карачаевой Черкесией. Всем присутствуем пожелать мира, добра, благополучия и достатка в доме. А вы, молодежь, тренируйтесь. Спорт – это дисциплинирует, это мужество. Хорошую техническую подготовку и твердую волю к победе продемонстрировали юные борцы. Подобные турниры для наших воспитанников – это отличная возможность получить спортивный опыт. Но самое ценное для нас – это развитие дружеских отношений между нашими спортсменами, отмечает тренер участников соревнования. Хотел бы поблагодарить в первую очередь за приглашение. Это для детей сами такие соревнования. И здесь выявляется характер детей. И приятно видеть хорошие ребята и немало участников тоже. Хотел бы поблагодарить организатора этих соревнований. Все тщательно подготовились к соревнованиям. Победу смогли одержать те, кто усиленно тренировался. Это соревнование дает опыт. Много узнаешь, не привыкаешь к этим соревнованиям. Не волнуешься, когда бороешься. А вот как тебя готовил тренер? На что обращал внимание? Я пропускаю ноги. Он мне говорил не пропускать ноги. Мы остаемся дополнительно на тренировках. И работаем этим жгутом разными и на складках остаемся. В итоге все победители и призеры открытого новогоднего турнира по вольной борьбе были отмечены подарками и ценными призами. Алихан Лепшоков, Ренат Муков. Вести Карачаева, Черкесия. Урубский район. Удачного продолжения дня и до встречи.